В эфире телерадиокомпания Шебекина в студии Виктор Копылов. Здравствуйте! Главные новости из жизни городского округа в нашем выпуске. Шебекинцы отметили всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». Назад в прошлое. Любители исторической реконструкции со всех уголков России встретились на фестивале по рубеже «Белый город». Молодежная телестудия «Новый взгляд» начнет свою работу в сентябре нынешнего года. А теперь об этих и других событиях подробнее. Специалисты сектора удаленного обслуживания централизованной библиотечной системы города Шебекина провели духовный час «Петр и Феврония, святая любовь» для детей, отдыхающих в санатории 1 мая. На месте событий побывали корреспонденты телерадиокомпании Шебекина. В 2008 году в России появился замечательный новый праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Именно в этот день почитают память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, любви и верности. Для наших читателей в библиотеке прошла акция «Ромашки. Нежный лепесток», посвященная этому празднику. Цель данного мероприятия – способствовать формированию интереса к истории православия, показать основы семейных взаимоотношений на ярком примере супружеской жизни Петра и Февронии Муромских. Опять июль, макушка лета, туман над прудом по утрам, и желтоглазая в разливах света, цветет ромашком по полям. Простой цветоком символ счастья, христианской преданной любви, сквозь беды все и все минасти, любовь к ромашку пронеси. Ведущие поведали ребятам о святых Петре и Февронии Муромских, о почитании их на Руси, о святых местах, связанных с их именами. В житии святых Петра и Февронии не найти ни подвигов монашеского самоотречения, ни мученических страданий за веру Христову. Они угодили Богу добрыми делами, благочестием и милосердием к бедным, явили истину целомудренной любви между собой и к ближним, и церковь прославила их как образец христианского супружества. С увлечением ребята слушали замечательную легенду. Все годы скитания Феврония вселяла в мужа стойкость перед трудностями и уверенностью, что все образуется, была бы любовь, поддержка. В память о мероприятии подростки под руководством организаторов изготовили символ праздника – ромашку. Такие библиотечные мероприятия формируют у читателей интерес к истории своей Родины, желание изучать ее традиции, развивать умение устанавливать связи между прошлым и настоящим в истории Отечества, развитие интереса к истории своей семьи, к культурным и семейным традициям. День Семьи, Любви и Верности Вот уже более семи сотен лет Русская Православная Церковь вспоминает в этот день святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских – покровителей любви и семейного счастья. Сначала этот праздник был малоизвестен, но в последние годы о нем узнает все больше и больше людей. А у всякого праздника есть своя история, свой смысл, своя духовная направляющая сила. Родившаяся в глубине веков легенда о двух влюбленных и по сей день является глотком свежего, чистого воздуха, крупицей духовной благодати. Во Дворце культуры праздник начался с детской игровой программы «Ромашки, знакомые с детства». Сегодня, пожалуй, каждый знает, что ромашка является символом семейного счастья. Праздничная встреча продолжилась тематической программой «С любовью в сердце навсегда». Почетными гостями праздника были семейные пары долгожителей. Несмотря на трудности, препятствия, а порой и разногласия, они сохранили семью. Бурными аплодисментами приветствовали чету Тарасовых, Юрия Васильевича и Людмилу Николаевну, проживших вместе 45 лет. Именно про таких людей говорят две половинки. Полноценная семья – это не только муж и жена. Это и дети, и внуки, и многочисленная родня с обеих сторон. Как к этому празднику относятся шебекинцы? Замужем, 48 лет живем с мужем. У нас семья благополучная, хорошие детки, сын и дочечка. Сын Андрей, дочка Татьяна. У них прекрасные семьи, у нас замечательные внуки. Музыкальные подарки от артистов Дворца культуры украсили мероприятие и придали ему душевного тепла. Своим творчеством делились Елена Иванова, Александр Перепелицын, Ольга Починская, солисты школы восточного танца «Сириус». Участники семейного праздника подпевали солистам и танцевали под известные музыкальные композиции вместе с ними. Уже не в первый раз на таком празднике побывала постоянная посетительница модельного Дворца культуры Юлия Алексеевна Штучная. Я всех поздравляю с этим великим праздником, потому что семья – это все, это жизнь. Я прожила со своим мужем 43 года, но несчастья у меня ему нет, 9 лет. И я нахожу отдушину именно здесь, в Дворце культуры. Я хожу здесь на концерты, в кино хожу, посещаю кинозалы и хожу на танцы. Благополучие, крепость семьи, устойчивость семейно-брачных отношений являются истинным признаком процветания государства. Именно семья, уважение к родителям, супружеская любовь, забота о детях дают нам всем ощущение защищенности, желание развиваться, достигать успехов профессиональной деятельности, труде и общественной жизни. В этом неприходящее значение семьи для каждого человека. Суета современной жизни порой угнетает. И хочется простоты быта, первозданной природной красоты и посиделок у костра. Кстати, так день за днем и жили наши предки. 6 июля на берегу реки Нежигаль, на территории Заячьего луга, состоялся межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции по рубеже «Белый город». О том, как это было, наш следующий сюжет. Более 150 участников со всей России и даже ближнего зарубежья, а это более 20 клубов исторической реконструкции, воспроизвели быт и культуру Древней Руси, Европы и даже Золотой Орды периода XII-XIV века. Эпические инсталляции, сценки, артефакты и уникальные наряды перенесли гостей в далекое прошлое. За почти 15 лет своего существования фестиваль исторической реконструкции приобрел большую популярность среди поклонников древнерусской культуры. Вот в этом году нашлось немало желающих окунуться в мир легенд и сказаний. Сейчас с предками, интерес оказаться в условиях жизни, посмотреть через призму времени, смогу ли я просто так же, как и они, жить, существовать, воевать, любить. На берегу реки Нежеголь вырос целый палаточный городок, населенный мастеровитыми кузнецами, ремесленниками и русскими красавицами. Для участников фестиваля этот мир – лучшая реальность. Здесь каждый находит занятие по душе. Мужчины упражняются в стрельбе из лука, в военном искусстве занимаются ремеслом. Специализация пошла больше в реконструкцию, то есть необходимые для реконструкции. Клинки, таборики можно, конечно, купить. Некоторые методы, можно какие-то пластинки сделать. Соответственно, как-то хобби постепенно переросло, срослось именно с тем, чем я занимаюсь участвовать. В жизни основное – это чему. Самым долгожданным событием для реконструкторов и гостей фестиваля были и остаются традиционные массовые сражения с настоящим кованым оружием. Копья и мечи опасно сверкают в руках уже бывалых воинов. Несмотря на то, что вне поля боя все участники являются друзьями, во время боев страсти кипят нешуточные. Играть в поддавки никто не собирался. Все эти события, включая насыщенную концертную программу с участием фолк-групп – неотъемлемые части исторической реконструкции. Слушать любимые песни и танцевать в компании новых и старых друзей и знакомых – именно за этими яркими эмоциями люди приезжают в Белый город каждый год. За время фестиваля каждый из участников прожил часть жизни в условиях аутентичности. Многие попробовали себя в роли ремесленника, воина или просто посмотрели со стороны на жизнь предков. И, несомненно, каждый для себя нашел плюсы такой жизни. Ну а если вам тоже захочется убежать в Средневековье, Белый город – подходящее место для встречи с легендами. 8 июля в Муниципальном дворце культуры прошла встреча представителей местного отделения партии «Единая Россия», секретаря первичного отделения номер 6 с творческой командой, которая будет реализовывать проект, получивший грант в конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия». Проект «Молодежная телестудия. Новый взгляд». Подробности в нашем следующем репортаже. Благодаря Всероссийской партии «Единая Россия» партии «Реальных дел» удалось реализовать полезную инициативу жителей Шебекинского городского округа. Проект «Молодежной телестудии. Новый взгляд» первичного отделения номер 6 города Шебекина стал победителем конкурса проектов первичных отделений Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия». На его реализацию будет выделен грант в размере 150 тысяч. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Сергеевна Ковыршина ввела присутствующих в курс дела. Конкурс прошел масштабно, без всяких формальных подходов к нему. Кроме этого, были лучшие проекты отобраны, выделены гранты. Огромное количество людей было задействовано именно по разработке проекта. О Шебекинском местном отделении партии, повторюсь, если кто в соцсетях информацию не получил, телерадиокомпания сообщала о реализации конкурса. В наш финал вошли именно три проекта. Первый – это презентовало первичное отделение номер 6 секретарь Войтова Зоя Георгиевна с проекта «Молодежная телестудия. Новый взгляд». Секретарь первичного отделения номер 6 Зоя Георгиевна Войтова рассказала о целях, задачах и результатах проекта. Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание работе с молодежью. Ясно и четко представляю себе, что молодое поколение – это потенциал, обеспечивающий и гарантирующий партии политическое будущее. Первичное отделение номер 6 Шебекинского местного отделения предложило к реализации социальный проект «Молодежная телестудия. Новый взгляд» на базе телерадиокомпании, которая находится в стенах Муниципального дворца культуры. Цель проекта – в сентябре текущего года организовать молодежную студию с численностью 25-30 человек. В перспективе совместно с информационной газетой Шебекинского городского округа «Красное знамя» организовать молодежный пресс-центр школ городского округа. На безвозмездной основе студийцы будут учиться делать новостные сюжеты и тематические программы, видеоролики, писать тексты, правильно выставлять экспозицию и менять режимы съемки, снимать и монтировать видео. Любой подросток или молодой человек сможет прийти и попробовать себя в роли ведущего, оператора, монтажера или же предложить свою идею для видеорепортажа. В рамках встречи прошла небольшая экскурсия в помещение телерадиокомпании Шебекина. На ее базе и будут проходить занятия молодежной телестудии. Задача организаторов – сделать студию привлекательной для молодежи, достойным местом для свободного времяпровождения и реализации творческого потенциала. Поэтому помещение телерадиокомпании будет отремонтировано и переоборудовано. Мы с удовольствием будем работать с теми, кому не безразлична судьба города, судьба молодого поколения, с теми, кто активен, имеет собственную жизненную позицию, точку зрения, креативно мыслит и хочет получить новые знания. Далее в формате дискуссии участники круглого стола высказали свои предложения, обменялись мнениями, обсудили перспективы плана работы по проекту. Косметический ремонт обязательно необходимо будет сделать, я думаю, мы это сделаем в другом случае, потому что когда проект будет завершен, я думаю, что у нас очень много гостей будет, которые придут посмотреть правильно, и я думаю, нам приближают, это самая прилегающая территория, надо будет посмотреть. Очень активно в дискуссию включился редактор информационной газеты Шибетинского городского округа «Красное знамя» Юрий Викторович Трофимов. Если заниматься этим делом, то это очень трудоемкое и серьезное дело. Прежде всего, кадровый отбор, это действительно только школы могут вам дать, учителя дать вам или директора, те, которые действительно тяготеют к этому делу. Но опять-таки, чтобы не было вот кто-то закончить оператором, монтажером, слишком многопрофильность, а кто-то журналистов, это совершенно разная профессия. В равной форме это допускается, а так, чтобы серьезно, говорится, допустить, это уже нужно, чтобы их кто-то готовил постепенно. Вот посмотрите третью школу у Дмитрия Викторовича, у них автономно уже второй год работает свой пресс-центр школьный. И есть у них и сюжет, и зайдите на сайт, посмотрите. Там дети, которые уже изначально кто-то собирается связать свою жизнь, вот именно с медийным делом. На встрече присутствовал председатель Совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Александр Григорьевич Прокопчук. Он же директор муниципального дворца культуры и куратор проекта. Ну вот так как у нас больших сложностей, я думаю, политических точек в реализации проекта нет в обозримом будущем, вот, я думаю, с финансированием тоже не будет вопросов у нас с тем, чтобы своевременно все поставить и организовать. Основной этап реализации проекта – это приобретение и доставка оборудования, необходимого для проведения модернизации материально-технической базы телерадиокомпании «Шибекина» и начала работы молодежной телестудии. В ближайшее время будет приобретен персональный компьютер с программным обеспечением для видеомонтажа и редактирования звука, студийные осветительные приборы со штативами и смонтирована конструкция для звукоизоляции. Депутат фракции местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Анатольевич Богатырев высказал свое мнение о реализующемся проекте. Молодежная телестудия «Новый взгляд» – это очень хороший проект, который даст возможность привлечь наше подрастающее поколение, привлечь к их теме снятия сюжетов всевозможных по жизни нашего города и целом районе. Шибекинские первичные отделения партии всегда готовы поддерживать инициативы подрастающего поколения. Мы надеемся, что телестудия «Новый взгляд» объединит нашу энергичную, талантливую и креативную молодежь. Уважаемые телезрители, в эфире наша постоянная рубрика «Слово прокурору». В Шибекино вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования. 31-летний местный житель признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщикам путем предоставления банку заведомо ложных сведений. Установлено, что 3 ноября 2018 года в магазине «Мегафон» при оформлении кредитного договора с АО «Банк Русский Стандарт» для приобретения мобильного телефона мужчина сообщил ложные сведения о месте работы и размере заработной платы. При этом он не имел намерения и реальной возможности осуществлять платежи по кредиту. Таким образом, получив в использовании мобильный телефон, он похитил денежные средства, принадлежащие банку, в сумме около 21 тысячи рублей. Приговором суда виновным назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Приговор вступил в законную силу. Прокуратура разъясняет. Дача или попытка дачи взятки сотрудникам ДПС уголовно наказуемы. За подобное деяние предусмотрены штраф исправительной работы или лишение свободы сроком до 5 лет. Взятки на дорогах, довезут до уголовного кодекса. Привет всем! А особенно молодым людям в возрасте от 12 до 20 лет. Внимание! Ты живешь в соцсетях? Умеешь снимать и монтировать для интернета? Тогда добавь к своему таланту немного профессиональных знаний и удиви всех! Телерадиокомпания Шебекина приглашает молодых, талантливых ребят. Если ты хочешь увидеть работу телерадиокомпании изнутри, получить реальный опыт в сфере телевидения, создать собственный проект и запустить его в эфир, присоединяйся к нашей команде. Мы объявляем набор творческих, активных юношей и девушек нашего городского округа для работы в качестве оператора, монтажера, звукорежиссера, телеведущего и корреспондента. Если ты талантливый, креативный и любознательный человек, то почему ты еще не в молодежной телестудии «Новый взгляд»? Приходите 12 июля к 15 часам на предварительное собеседование. Занятия будут проводиться бесплатно с сентября текущего года. Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Что это может быть? Долги по налогу на авто или имущество, а может быть извещение о судебной задолженности. Что делать? Идти в банк или в налоговую? И как проверить реквизиты? Быть в расчете с государством бывает непросто. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь ваши заботы по задолженностям вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Убедитесь, что транспортный или имущественный налог не превратился в задолженность. И оплатите его с гарантированной надежностью. Портал работает напрямую с налоговой инспекцией. Чем суетиться при встрече с инспектором ГИБДД, лучше заранее позаботиться о неоплаченных штрафах. На госуслугах используется официальная база ГИБДД. А оплата надежна, как в банке. А если все-таки упустили время оплаты штрафа или налога, и есть решение суда? Не дожидайтесь запрета на выезд из страны и проверьте свои судебные задолженности на портале в пару кликов. Теперь вести спокойную жизнь намного проще. Госуслуги. Проще, чем кажется. Ежегодно в России от пала сухой травы сгорают сотни, а то и тысячи гектаров леса. Погибают растения, гибнут миллионы насекомых, птицы и их гнезда с птенцами. Сгорают животные, не успевшие убежать от огня. Погибают и люди, попавшие в пожар или занимающиеся его тушением. Уважаемые жители Шибехинского городского округа, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года номер 417 об утверждении правил пожарной безопасности в лесах, постановлением губернатора Белгородской области от 11 марта 2019 года номер 12, об усилении охраны лесов области от пожаров в 2019 году в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается в лесах разводить костры, сжигать сухую траву и пожневные остатки. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены следующие меры ответственности. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20 до 30 тысяч, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих правила благоустройства территории поселения или городского округа Белгородской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 80 тысяч рублей. Кроме административной ответственности, виновнику возгорания предъявляются требования о возмещении ущерба, нанесенного объектом животного мира. Так, в 2018 году на территории села Булановка Шебекинского городского округа был выявлен факт сжигания сухой травы на площади около тысячи квадратных метров. Размер причиненного ущерба составил более 400 тысяч рублей. Ужесточение мер административной ответственности в первую очередь направлено на соблюдение правил пожарной безопасности, сохранение жизни и здоровья граждан, а также флоры и фауны. С целью своевременного реагирования просим вас незамедлительно информировать о возгораниях по телефону 112. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Константин Егоров, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглодова, Алексей Коновалов и Виктор Копылов. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова